добрый день дорогие друзья приветствую вас сегодня на моем канале и рад вам продемонстрировать сегодня наш мотоцикл кикросс который вы уже давно видели но с новой батареей большой батареи для большого пробега и мотором до 112 с это 7 киловаттный мотор специально сделан для мотоциклов сейчас вы видите тесты которые проводил для ознакомления с этим мотором и возможностями мотоцикла с этим мотором и с этой батареей вы видите с левой стороны всю поездку в ускоренном режиме а также вы видите время старта время финиша и состояние батареи на время старта и на время финиша в итоге вы можете сами проверить посчитать из расходованные проценты батареи и возможный километраж первый этап это тест на максимально возможную дальность поездки которую делал по обычному моему маршруту немного сокращенному но по более холмистой местности вы видите в начале помечено красной прерывистой линией для более точного определения расхода и потребления ампеража или тока можете сделать паузу и смотреть на состояние указаний этого софтвера который вы видите с левой стороны итог первой поездки это 20 километров пройденного пути потрачено 7 процентов батареи и если пересчитать все то возможная дальность поездки составляет 285 километров следующий тест это обычная поездка моя в моем стиле по городу и затем с переходом на скоростную дорогу проверка максимальной скорости потребление на максимальной скорости передняя звездочка на это время стояла 14 зубьев спереди и 72 сзади как вы можете наблюдать что при подъемах в горку и сразу их расстояние сокращается и затем при спусках это расстояние увеличивается то есть все зависит от стиля поездки от местности от профиля поездки дальность меняется и софтвер пересчитывает эту дальность в таком режиме мотор да 112 с дает совсем другие чувства для езды мотоцикл ведет себя совсем по-другому мотор работает тише и разгон конечно намного сильнее и резвость мотоцикла совсем другая мотоцикл реагирует очень быстро на ручку газа и набирает скорость значительно улучшились разгонные характеристики и с 0 до 70 разгон составляет всего лишь 3 секунды очень приятно ездить на так на этом мотоцикле с этим мотором для тех кто хочет убедиться может испытать сам это чувство так смотрите возможности которые вы видите здесь вы видите на измерениях софтвера видите профиль поездки и можете контролировать расход и поведение мотора соответственно на скоростной дороге когда мы используем максимальные режимы здесь идет речь уже не о эффективности моторов потому что практически 1-2 процента эффективности мало что дает здесь идет речь уже о качестве ходовой части то есть мотоцикла самого его свобода его качения и аэродинамические свойства то есть сопротивление воздуху это играет огромную роль на этих режимах на скоростях сто и более километров в час то есть эффективность 2 процента играет всего лишь роль два километра дальности это для таких батарей для таких мотоциклов это не имеет практически значения экономия достигается на режимах городских городского стиля езды на ускорениях на разгонах на стопах и на рекуперации то есть для мотоцикла с таким весом и скоростью 100 километров в час кикросс в этом снаряжении весит 170 килограмм его расход и расход такого мотоцикла будет составлять не менее 10 киловатт и за час вы потратите 10 киловатт часов батареи поэтому один или два процента эффективности здесь практически роли не играет и цель этой поездки было чтобы увидеть качество работы батареи ячеек как ведут себя ячейки сами как ведет себя напряжение на каждой ячейке и то что вы можете видеть в конце поездки напряжение или разница напряжения на ячейках составила всего лишь восьмая тысячная доля вольта следующий мой тест это тест на дальность поездки не превышая 60 километров в час то есть это обычный городской режим без нарушения скорости и очень интенсивной то есть я здесь не отказывал себе в разгоне вот и цель была чтобы увидеть дальность поездки возможную в таком режиме как вы можете видеть на ровном участке при 60 километров в час потребление примерно 40 ампер иногда скорость немножко превышала но это не так страшно в основном я соблюдал правила уличного движения и не превышал 60 километров в час и в зонах где 30 километров в час я придерживался этой скорости и и и и и и и Как я и говорил в самом начале, для того чтобы видеть конкретный расход на определенных участках, пользуйтесь функцией паузы и смотрите на потребление тока на возможное расстояние которое осталось проехать и конечно вы можете видеть среднюю скорость и другие параметры Итог этой поездки в этом скоростном режиме 23,8 км и возможная дальность в таком режиме 185 км в принципе неплохо для этой батареи для этого мотора и не отказывая себя во всем комфорте езды, хорошее ускорение, нормальный стиль вождения, который я себе постоянно позволяю на этом мотоцикле Следующий тест я делал специально для клиентов которые попросили меня сделать тест не превышая скорость 50, то есть это районы Европы где скорость ограничена 50 км в час я не отказывал также в резвости в вождении, разгонные характеристики выдерживал хорошие, то есть хороший разгон, обгон если не превышая эти скорости ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И как мы можем видеть то самые основные показатели дальности поездки это влияние самого профиля поездки и местности по которой мы ездим, то есть профиля дороги То есть при горках дальность поездки уменьшается а также очень сильно влияет резвость езды потому что мотор очень мощный и если мы не следим за резкостью дачи газа, то мы видим что ампераж ток растет очень хорошо, ну и разгон конечно соответственно очень хороший То есть имея распоряжение такой мотоцикл с таким мотором, если мы хотим проехать дольше, нам необходимо следить за правой рукой и не давать слишком много газа, то есть не сильно резко, потому что это очень влияет на расход Плавность движения акселератором увеличивает дальность поездки очень сильно Также я следил за состоянием самой батареи, самих ячеек при поездке И как вы видите, итог поездки, хоть и И хоть скорость была ограничена 50 км в час, то есть на 10 км в час меньше скорость, чем в предыдущем тесте Но средняя скорость получилась всего лишь на 2,8 км в час меньше, чем в предыдущем тесте Все зависит от городского стиля езды, светофоры, то есть мы сильно не выиграем скорости в таких режимах И дальность поездки в таком режиме получилось 205 км, то что можно проехать с полной батареей И заключительный мой тест я делал после смены передней звездочки с 14 зубов на 12 И как мы видим, расход в городском режиме сильно изменился, разгоны характеристики тоже изменились, улучшились И потребление даже на максимальной скорости также упало Хотя скорость возросла практически более чем на 5 км до 8 км в час А потребление упало при этих больших скоростях практически на 30 ампер Что составляет неплохо 25% потребления То есть подбором наилучшего соотношения передаточного числа Мы можем добиться самых эффективных дальностей поездки и хороших разгонных характеристик мотоцикла Так что вождение и потребление зависит от вас и подбором именно этих соотношений Большое спасибо, что вы с интересом посмотрели все мое видео Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик И до скорых встреч И пишите свои комментарии, как вам понравилось это видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!